Здравствуйте! О самых заметных событиях этого дня расскажут корреспонденты программы Новосибирские новости и я, Вячеслав Горчаков. Сегодня в выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новосибирская полиция перешла на усиленный режим работы, все городские фонтаны отключили, а летние кафе на набережной закрылись. День ВДВ отмечает сегодня в России. Алексей Фазлеев наблюдал за тем, как празднуют голубые береты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эффектный трюк с бутылкой не получился, но даже это праздник десантнику не испортит. Крылатая пехота сегодня массово ушла в отрыв. Центральный парк для ВДВшников, как обычно, место встреч, объятий и воспоминаний. Вот здесь меняется. А также приходят старые, молодые, молодежь. И я рад, что все также ждут праздник. Священный праздник для всех нас, тех, кто служил в воздушно-десантных войсках. Не только для нас. Пройдите по городу. Все люди, жители города, идут и поздравляют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие десантники пришли сюда с женами и детьми. Для них День ВДВ уже семейный праздник. Вы же видите, и старшая дочь, и сынок мой. Мы уже не первый год всей семьей действительно празднуем этот праздник. Пошел! Пошел! Под присмотром дедов-десантников внуки совершают первые в своей жизни прыжки, пусть и на батуте. Песни со сцены здесь скорее приятное музыкальное сопровождение. Ближе к полудню градус празднования повышается. Батана, заливай. По чуть-чуть только, по чуть-чуть. Главный тост – за тех, кто в стропах. Слава ВДВ! Ура! 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 По удивительному совпадению, многие летние кафе в городе закрылись. Мол, санитарный день. В итоге голубые береты оккупировали лавочки. Вот одно кафе и все. Говорят, праздник ВДВ сильно там... Бить нельзя, а нам приходится вот сидеть негде. А потом жалуются, что праздник ВДВ проходит так некрасиво. Ближе к обеду десантники меняют дислокацию и разъезжаются по всему городу. Им бы в небо, но тянет их в этот день почему-то исключительно к воде. Все городские фонтаны сегодня отключили. На всякий случай. Ведь десантники не изменяют установленной традиции купаться при любой погоде. Десантникам не нравится, что каскады не работают. Да и погода позволяет поплавать в реке. И здесь уж точно. В воздушной пехоте воды по колено. Кроме нас никто не сможет. Поэтому у нас закон. Никто кроме нас! В этом году дата не круглая. Воздушно-десантным войскам 82. Празднуют без особого размаха. Но все же ВДВшники решили напомнить всему городу, какой сегодня день. Благо драки нет. И такого безобразия. Не знаю, что будет вечером. Полиция в этот день традиционно переходит на усиленный режим службы. Больше всего работы выпало на вечер. В вечернее время также выйдут усиленные наряды полиции. Это неведомственная охрана, патрульно-постовая служба и государственная дорожно-патрульная служба, которые будут нести службу также в усиленном режиме. Закончится ли день ВДВ столь же мирно, как начался, полицейские сообщат завтра. Но в любом случае свой праздник голубые береты будут отмечать до утра. И кто-то только к рассвету вернется домой. Домой! Домой! Пора домой! Алексей Фазлеев, Олег Королевец, Новосибирские новости. Сильные дожди ожидаются в Новосибирской области. Объявлено штормовое предупреждение. Уже сегодня утром в городе прошел кратковременный ливень. Ближайшей ночью синоптики прогнозируют усиление ветра до 22 метров в секунду. В отдельных районах, особенно на юге области, пройдут сильные дожди, прогремят грозы, возможен град. Днем температура воздуха опустится до 20 градусов. МЧС предупреждает. Из-за ветра возможны обрывы проводов, деревьев и рекламных щитов. Долгожданные осадки уже не спасут аграриев от неурожая. Из-за аномальной засухи область в этом году недосчитается миллионов тонн зерна. Последствия уже начали ощущать покупатели. Цены на хлеб уверенно поползли вверх. Как можно спасти регион от дефицита пшеницы и избежать значительного удорожания муки и хлеба? Об этом сегодня говорили на зерновом форуме. Ольга Маховская продолжит. Купить недорогого хлеба Тамаре Ивановне не удалось. Сегодня пенсионерка отчитывает у прилавка больше мелочи, чем обычно. В магазинах переписывают ценники. Средняя стоимость булки приближается к 30 рублям. И по прогнозам производителей это не предел. Неделю назад уже подорожал. Насколько? Насколько? Ну, рублей на пять уже подорожал. А сейчас я не знаю, как жить будем. Ну, это, конечно, заметно. Особенно будет заметно для пенсионеров. И вообще вот это заметно. Цены на хлеб начали расти из-за засухи. Ситуация на российских полях в этом году очень сложная, признают эксперты, собравшиеся на Сибирский зерновой форум. Малоснежная зима, летняя засуха. В итоге недобор урожая в России сегодня оценивают в 14 миллионов тонн. В 10 регионах уже объявлено чрезвычайное положение. На зерновом форуме призывают бороться за каждый грамм зерна. В нашей области, Алтайском и Омском крае, по предварительным оценкам, зерна соберут на четверть меньше, чем ожидалось. И все же специалисты считают, дефицит хлеба и резкий скачок цен нас не ждет. Если стоимость возрастет, то примерно на рубль, говорят эксперты. Такой же рост цен ожидается и на мясо. Мы не заинтересованы, чтобы эти цены улетали до небес, для того, чтобы покупательная способность населения в состоянии была приобрести эти продукты. То есть население должно иметь возможность покупать эти продукты. Поэтому мы скорее за то, чтобы рост цен в этом году был, но он был плавным. Эксперты уверяют, зерна в любом случае будет достаточно для внутреннего пользования. В Сибири сохранились большие зерновые запасы с прошлых лет. Кроме того, стоимость сырья в меньшей степени влияет на стоимость булки хлеба. Это всего около 10% от магазинной цены. Ольга Маховская, Олег Макаров. Новосибирские новости. До новых микрорайонов продлят троллейбусные маршруты. Так электрический транспорт будет ходить до Плющихинского жилмассива и до ТЭЦ-5. Скоро на Новосибирские улицы выйдет и второй троллейбус на литий-ионных батареях. А также начнется проектирование линий скоростного трамвая. Проекты развития городского электротранспорта представили сегодня Владимиру Городецкому. Новшество оценил и Станислав Якушевич. Модернизация городского электротранспорта идет медленно, отмечают специалисты. Большинство машин отработали по 20-30 лет и давно выработали свой ресурс. Хотя есть и передовые разработки местных ученых, и техническая база для их реализации. Владимиру Городецкому представили улучшенный вариант троллейбуса на автономном ходу. Испытание машина прошло успешно. Поставлены более мощные аккумуляторы, производство уже на Сибирского завода, который расположен на Сибирской области. Преимущество троллейбуса в том, что он, проезжая под контакт сети, заряжает аккумуляторы, и дальше до 60 километров он имеет возможность двигаться без контакт сети. Такие троллейбусы, подсчитали специалисты, в 2-3 раза менее затратны, чем автобусы. А прослужат во много раз дольше. Да и запас хода у такой машины в реальности значительно больше расчетного. Еще одна новинка общественного транспорта – низкопольный троллейбус, который будет удобен для инвалидов и пожилых людей. Его главное отличие – специальный въездной пандус, который водитель должен выдвигать по просьбе пассажиров. Да, там ничего сложного. Пару минут, может, лишние потеряем, не более. Ну, пока за три недели не приходилось почему-то еще. Проблему доступности отдаленных городских районов будут решать через развитие там линий городского трамвая. Сейчас специалисты анализируют перспективные направления, подсчитывают объемы инвестиций. В середине 2013 года в Довосибирске появится документ технико-экономическое обоснование первых линий скоростного трамвая, в котором будут посчитаны все основные риски. Серьезных изменений требует вся система общественного транспорта. 70% городских маршрутов нужно либо отменить, либо изменить довольно существенно, подчеркнул мэр. Сегодня в городе почти две тысячи подвижного состава одновременно находятся на маршрутной сети. Конечно, не совсем совершенно все построено. Есть дублирование. Ввиду этого способствуем появлению пробок. Задача, которая будет одновременно решаться, даже первичнее, я бы так сказал, наверное, это вопрос сегодня анализа построения всей маршрутной сети города. В ближайшее время будет принята специальная целевая программа модернизации, благодаря которой, обещают специалисты, городской электротранспорт должен кардинально измениться уже через несколько лет. Станислав Якушевич, Сергей Сомов, Новосибирские новости. На Ключкомышинском плато столкнулись автомиксер и микроавтобус УАЗ. Погибла 40-летняя женщина. Еще три человека пострадали. По предварительной версии, виноват водитель бетоносмесителя. Он пошел на обгон на опасном участке и при плохой видимости. Машины столкнулись в начале 9 утра. Водитель пустого миксера спешил на работу. На опасном крутом повороте 27-летний мужчина решился на обгон и резко прибавил газ, несмотря на ограничение скорости – 40 км в час. Ехал со стороны, ТЭЦ-5. И на поворот был дождь. Дорогу скользко, я нажал на тормоза и все. Тормоза заплачивает. В служебном УАЗе было 5 человек. Водитель тоже вез людей на работу. Сзади сидела семья. Муж с женой и теща. Перед сменой все дремали. Глаза приоткрываю, вижу, что на нас летит миксер. И только я вот увидел, что удар перезошел в сторону. Здесь лежала женщина на сиденье. Я только успел закричать. Ну, как бы хотел крикнуть, что машина на нас летит. И получается, когда машина ударилась на нас, и она полетела на меня, я поймал ее на ноги сидеть. Женщина еще была жива, но карета скорой помощи прибыла на место ДТП только через час. Все это время раненая лежала на траве, рядом с дорогой. Удар пришелся в боковую часть, как раз именно в то место, где находилась данная женщина. Поэтому, видимо, она основные травмы получила. Остальные находились дальше от места удара. Поэтому они отделались из пугов. Когда врачи скорой приехали, травмированная пассажирка уже скончалась. Госпитализировать пришлось водителя УАЗа и еще одну его пассажирку. Александр Ярык винит водителя миксера в смерти жены и в травмах тещи. Ну, мы стали на поворот заходить. Он летит на скорости, на хорошей скорости. Он вроде заворачивает. Шел дождик. Он вроде заворачивает, а он у него руля не послушался. Ну, наш водитель попытался вправо от него уйти, но не получилось, не успел от него уйти. Потому что он на хорошей скорости ехал. Степень вины водителя бетономешалки предстоит установить следствию. Сам он практически не пострадал. Артем Шершнев, Елена Отмахова и Артем Тумарь. Новосибирские новости. Новосибирцев пытаются приучить правильно выбрасывать мусор. В одном из торговых центров установили баки для раздельного сбора отходов, которые потом можно отправлять на утилизацию. Однако желающих поучаствовать в своеобразном мастер-классе оказалось мало. Почему горожане предпочитают избавляться от мусора по старинке, разбиралась Марина Аверина. Данный контейнер у нас предназначен для пластика, следующий для стекла, пока пустую. Этот у нас для алюминия, для жестяных банок и последний для макулатуры. Новосибирцам показывают, как правильно нужно выбрасывать мусор. Стекло, пластик, бумага – это 40% от всех городских отходов. Можно не отправлять на свалку, а заново переработать. Но для этого их нужно предварительно рассортировать с помощью баков для раздельного сбора. Цель этой акции – не настолько приучить, сколько дать возможность тем людям, которые, во-первых, готовы это делать, которые понимают ответственно, осознанно к этому подходят. Однако мусор в пластиковых контейнерах едва застилает дно. Большинство людей просто их не замечают и проходят мимо. Вопрос о раздельной утилизации отходов многих ставит в тупик. Скажите, пожалуйста, как избавляетесь дома от мусора? В мусорку. В пакеты в мусорку. Впрочем, тех, кто самостоятельно готов сортировать мусор, достаточно. Но при условии, что специальные контейнеры будут установлены рядом с домом. Возить отходы в пункты сбора, такие как этот, люди не готовы. Это здорово, если все будет налажено. Великолепно. Дождаться не можем. Неужели никогда культура у нас тоже быстрее структурная? Подобный эксперимент уже проводили в Академгородке. Несколько разноцветных баков поставили около общежития Академии наук. Затея провалилась. Жильцы идею не поддержали. Эксперты говорят, нужна государственная поддержка, которая бы стимулировала сбор и сортировку мусора. Как это было в Советском Союзе, когда массово сдавали макулатуру и стеклотару. Впрочем, принимать вторсырье у граждан может не каждый. Нужна лицензия. На опыте работы с обращениями наших посетителей в Новосибирске мы можем сказать, что места, куда можно принести и сдать на переработку в вторсырье не так много, в том числе лампочки. И поэтому, собственно, мы работаем над тем, чтобы ускорить процесс получения лицензии, чтобы снова быть способными к приему. Организаторы акции будут принимать рассортированный мусор у гаражан до конца августа. В течение месяца также пройдут эко-уроки для детей и мастер-классы по превращению мусора в полезные вещи. Марина Аверин, Олег Макаров, Новосибирские новости. Около сотни яхт сегодня расправили паруса на Обском море, чтобы побороться за кубок сибирской регаты. В гонках участвуют спортсмены из шести регионов. Среди них не только бывалые покорители волны и ветра, но даже семилетние дети. За стартом парус на регаты наблюдала Мария Черешнева. Звук колокола означает готовность номер один. Услышав его, спортсмены выстраивают яхты перед стартом и ждут сигнала начала гонки. Этот флаг обозначает поднятый, что четыре минуты до старта осталось. Когда его спустят, останется одна минута до старта. Когда спустится флаг класса, значит старт открыт. В это утро над водохранилищем взметнулось вверх более сотни парусов. На традиционную сибирскую парусную регату приехали участники из шести регионов. Шансы у всех равные, явных фаворитов нет. Много новичков, у которых тоже большие шансы на победу. Главное поймать попутный ветер. Погодные условия практически идеальные. Не жарко, волны невысокие и ветер не слишком порывистый, но достаточно сильный, чтобы наполнить паруса. Человеку, не посвященному с первого взгляда, дистанцию не различить. Она представляет из себя треугольник, отмечена буйками. Многие подходят к серьезной гонке с юмором. Вот кто-то даже поднял веселого Роджера. Но жульничество в кругах яхтсменов не принято. Главное – скорость. Если капитан, рулевой или шкипер умеет сочетать свои знания с гоночным азартом, с умением гоняться, со знанием метеорологии, где облака, где ветер, где волна получше, похуже, где течение. Он просто приходит раньше других. Светлана Старостина усердно вглядывается вдаль, выискивает на горизонте парус, под которым дистанцию проходит ее сын. Раньше она боялась за юного мореплавателя, а теперь гордится им. Ну, здесь они учатся, учатся вот это все. Ловить ветер, поворачивать все это с опытом. Но еще нужно это соображать. На детской дистанции крошечные парусники. Эти суда относятся к классу «Оптимист». Не слишком устойчивые, в неопытных руках управление теряют, даже при легком дуновении ветра. То, что за бортом оказывается, это штатная ситуация. То есть, даже если рулевой выпал, яхта перевернулась. Даже малыши, которые сейчас на «Оптимистах», там, 7-10 лет, они спокойно переворачивают водку, ставят на ровный киль, очерпываются, идут дальше в гонку. Но даже самых опытных спортсменов контролирует МЧС. В случае серьезных неполадок, иногда ломаются мачты и рвутся паруса, спасатели помогают сойти с дистанции. Но большинство все же доходит до финиша. Лучших спортсменов судей соревнований назовут в ближайшее воскресенье. Мария Черешнева, Артем Думарь, Новосибирские новости. Тем временем команда новосибирского путешественника Анатолия Кулика мерзнет от холода на экваторе. Парусный надувной катамаран сейчас приближается к Галапагосским островам, что у западного побережья Южной Америки. По словам путешественников, они не снимают с себя комбинезоны, сапоги и шерстяные шапки. В ближайшие сутки команда причалит к острову Санта-Круз, чтобы передохнуть после затяжного плавания. Путешественники уже привыкли к трехметровым волнам и шестибальному ветру. Напомню, этот этап кругосветки начался еще в апреле. Конечная цель – дойти до Таиланда, посетив по пути 38 стран. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. О волнующих вас событиях сообщайте по телефону редакции. Также самая свежая информация на радио «Городская волна» на частоте 101,4 FM и на сайте новосибирских новостей. Удачи во всех делах и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова